Лёше Майру сейчас 8 с виду обычный ребёнок, но спустя лишь несколько минут можно понять, что он особенный. Даже мама заметила это не сразу. Ближе к двум годам стало ясно, ребёнок не любит громкую музыку, скопление людей и ведёт себя не как остальные дети. Лёш, садись, пять минуточек. Пять минуточек посиди. Ну вот как-то так у нас. На что следует обратить внимание родителям? Если ребёнок, допустим, к 12 месяцам он никак не реагирует или слабо реагирует на близких, не показывает, нет жестов указательных, не машет ручкой на прощание. Если к 16 месяцам у ребёнка нет слов, двух слов, если к 24 месяцам, к двум годам, он не пользуется хотя бы двумя связанными словами. Врачи говорят, чем раньше такие малыши начинают заниматься под руководством специалистов, тем проще им будет адаптироваться в современном мире. Ведь главное для них умение найти контакт с другими людьми. Учитывая, что у детей с эмоционально-волевыми нарушениями аутистического спектра, как правило, есть интеллектуальные сложности, то есть задержки психического развития. Здесь есть множество модулей для занятий по системе Монте-Сори. Конечно, она у нас происходит несколько в адаптированном варианте. Они осваивают навыки. Здесь, вы как заметили, есть модули по застёгиванию пуговиц, застёгиванию замков, по каким-то обучающим геометрическим фигурам, цветам, вкладышам, классификации предметов. А это уже музыкотерапия, где ребятишки, которые обычно уходят в себя, именно так переводится слово «аутизм», незаметно раскрепощаются и на время даже могут выйти из привычного состояния. Проблемы такие где-то комплексные. Решать их нужно совместно, не усилиями разных специалистов – психологов, социальных педагогов, логопедов, учителей-дефектологов, клинических психологов. Поэтому для каждого ребёнка создаётся индивидуальный образовательный маршрут как реабилитации медицинской, так и дальнейшей социальной и психолого-педагогической. В конце 2020 года в Крае появился ресурсный центр по аутизму, который призван объединить усилия медицинских и образовательных центров ради того, чтобы помочь таким деткам. Каждый 57-й ребёнок в мире рождается с диагнозом аутизм. Излечить его полностью невозможно, но контролировать такое состояние реально. Впрочем, врачи говорят реально и адаптировать таких деток к обычной жизни, чтобы они в дальнейшем смогли зарабатывать, строить семью и даже быть успешными в профессии людьми. А если мы дома закроемся, он просто уйдёт в себя и всё. И его оттуда потом никакими тисками не вытащишь. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов.